Общение с фронтовиками – это обсуждение самых наболевших проблем, с которыми в повседневной жизни сталкивается каждый человек. Для встречи с губернатором активисты подготовили список вопросов. Это реконструкция дорог, утилизация мусора, капитальный ремонт домов, сохранение зеленых зон. Общественный контроль, по словам Вениамина Кондратьева, необходим для объективной оценки ситуации чиновниками. У нас сегодня не только есть деньги на поддержание сегодняшней стабильности, но и на приемное развитие. Сегодня есть стабильность в крае, стабильность в районах. Мы и школы строим, и детские сады строим, и инвесторы тоже к краю очень по-другому стали относиться. Мы вместе с вами в этой одной лодке. Если все вместе будем гребсти, конечно, вы гребем. Мы должны сегодня все быть единым фронтом. Вот сегодня надо понимать, что все мы должны быть заточены на реальный результат, который должен выражаться в жизни людей. Пример сотрудничества власти и Общероссийского народного фронта – проект УНФ «Карта убитых дорог». Любой человек может нанести на нее тот участок, который, по его мнению, находится в непригодном состоянии. Результаты общественной инспекции передают в местные администрации. По всей Кубани на ремонт дорог в этом году выделено больше 20 миллиардов рублей. Самую крупную сумму получит краевая столица. В этом году беспрецедентная сумма выделена на Краснодар. Сколько она? 3,6 миллиарда. 3,6 миллиарда. Самая главная задача – не освоить деньги, а дать горожанам качественные дороги. И там, где необходимо. Мы сходили, когда распределяли эти деньги, исходя из того, где не нужнее. И здесь учитывали мнение жителей города. С момента старта проекта на карте интерактивных убитых дорог выявлено и отмечено 389 участков в Краснодарском крае. В Краснодаре 147 дорог. Сама по себе ситуация не критичная, но требует незамедлительного решения. Народный фронт помогает и в контроле за капитальным ремонтом домов. Движение денег по этой программе необходимо совместными усилиями делать прозрачней для потребителей самой услуги, замечает губернатор. Когда не понимают люди, куда они платят, и когда этот ремонт произойдет, и вообще, кто будет ремонтировать, и вообще, кто будет отчитываться за эти деньги, и вообще, где эти деньги, конечно, возникает у людей определенное недовольство. В этой части мы переломили ситуацию. У нас за весь период создания, скажем так, этого фонда, у нас на сегодняшний день идет качественный рост собираемости. Мы включили в эту работу муниципалитет. Если мы, допустим, посмотрим 2015 год, 2014 год, начало работы, когда всего-всего по краю было затрачено 300 миллионов, 200 миллионов на капитальный ремонт, то в этом году миллиард 800. К концу года в регионе должны отремонтировать больше тысячи домов. На встрече речь зашла и об утилизации мусора. Для курортного и сельскохозяйственного региона это не только вопрос экологии, но и здоровой экономики. В крае планируют построить 11 современных полигонов. Но, по сути, это те же свалки, где складируется мусор, замечает Вениамин Кондратьев. В проблеме отходов копать нужно глубже. Необходимы мусороперерабатывающие заводы. То, что мы будем без конца воевать с людьми, которые образовывают свалки, или даже с целыми населенными пунктами, но мы должны предлагать альтернативу. Вот еще вопрос. Потому что если мы не дадим альтернативу, куда этот мусор задевать, на самом деле, как его утилизировать, не утилизировать, куда его возить. На самом деле, мы все равно же проблему не сдвинем. По итогам встречи губернатора и активистов Народного фронта было принято решение создать рабочие группы по каждому из озвученных сегодня направлению, чтобы к решению проблем подходить системно и единым фронтом. Александр Иванченко, Денис Перец, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи.